привет ребят я не честно говоря не планировал этот видос вообще записывать и делать его в таком формате первое сразу прошу прощения за какой-то фоновый шум и так далее я ничего с этим поделать не могу это бесперебойник у меня постоянно вырубают свет поэтому я вот так вот борюсь с тем чтобы не терять данные к сожалению приходится терпеть всякие шум и фон и так далее это первое второе почему вообще родится этот видос почему он появится честно говоря во первых потому что нет стримов и иногда мне хочется какие-то мысли до вас донести отвлеченные скажем так от каких-то там брендов каких-то конкретно динамиков а просто о чем-то с вами поговорить когда я вас никого не вижу просто вы на меня смотрите ну и так получилось что ведущий очень очень настойчиво спрашивал а будет ли видео про вот наш этап нам очень понравилось что вот вы в прошлый раз там что-то снимали что этом снимал когда я снимал я честно говоря не помню бесперебойник заткнулся вам ничь не вообще негаданно повезло просто я за вас просто держу там вот так пальцы или как там надо держать короче был я на кубке кубке или финале короче битва за кубань называется движуха ребята вообще молодцы респект им во первых нашли очень прикольную площадку она находится в лесу то есть ну дорога горная дорога серпантин ехать довольно таки далеко мне ехать на на час с лишним это прям очень далеко аха кто приехал за 2000 километров можете всплакнуть второе это не просто горное место это еще и теплые источники там как-то называется h2o что-то такое ну короче h2o вобьете не промажете она там в гугле есть то ли нижегородская то ли какая-то такая там станица рядом короче магазины рядышком есть сразу по площадке хочу отметить место как раз прям хватило немножко даже теснились но в итоге потом после обеда когда часть свалила которая в призы не попала остальные все кто остались до награждения они уже кайфовали этом место было полно кто отмерился отстрелялся ребята сразу побежали на источники купаться там что-то рублей рублей 700 за день и там что-то 300 рублей час по моему то есть ты 300 заплатил час поплюхался там поварился при этом можно из горячего источника перебежать холодный короче такой кайф совместили вообще круто что могу сразу рассказать по призам я не знаю что за какие места хвалите ругать не буду я вам покажу просто видосик посмотрите вот это призовой фонд который стоит у них я думаю видно там что там стоит кому не видно поставьте на паузу посмотрите вот такое количество участников было это практически все участники то есть кто-то приехал с друзьями кто-то там с женами кто кто с кем вот приехали все стоят смотрят никто не валит все смотрят на замеры замеры были и зрелищные не очень в данный момент я вам показываю замер жени ганшмитта он привез довольно таки хороший результат очень интересное оформление я думаю многие знают это когда сабы вверх порт идет как бы по потолку то есть у меня сабы вертикально а порт по стене идет а у него вот так сабы и вот сюда идет так наверх порт привез он 160 с лишним я думаю вы видите смотрите как думаешь сколько даванет да я не знаю даже 150 плюс посмотрим 160 161 все 161 ассо 3 поаплодируем 161 ассо 3 поаплодируем с этим шуму ребята 430 проехали все таки спасибо все новые и новые участники очень приятно видеть новых людей в нашем формате 161 ассо 3 официальный результат на этом этапе насколько мне известно он занял первое место я награждение не дождался потому что мне там ничего не не обломилась я уехал дальше что еще хотелось бы отметить хотел бы вспомнить такого человека как илья кувика отзывчивый общительный парень привет тебе если смотришь у него за несколько лет его машина трансформировалась в какого-то я не знаю как это назвать короче можно стадион озвучивать ребята у него там две gorilla bass пятнашки это эстрадные сабвуферы если кто не знает по моему у деда такие же стоят в его стене и у него целая такая хрень я не знаю выглядит короче как человеку так с двумя руками код с квадратной головой куча драйверов рупоров всего 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 самого самого громкого и все но среднечастотники все прайд это очень громко есть он короче включает на площадке ребята все остальные просто курят можешь не включать просто тебя ни хера не слышно очень громко играет илюха респект есть смотришь привет тебе при этом он еще там какую-то цветомузыку зафигачил ну короче нормальная такая тачка а вот и он сам кстати я на своей приехал повалить не получилось технические неполадки рассказывать не буду также была машина gvc я думаю все знают антон высочин такая грамотная mazda прикольно также были ребята из ауры на двух машинах по моему 2 ниша если не ошибаюсь на одной приехали слава выгонов и сергей тангел вот тоже результаты классные у них форте там тоже что-то 157 по моему за гроба что-то такое на обычных гражданских сабах в одной гольф такой тоже там ветреный тоже на аурах на каких-то было еще приора я не знаю что за собой стихи наверно помощь я спрашивал у него у него там чё-то 4 пола по моему стоит ну короче кузов пока еще живой вроде но короче рвет его нещадно ребята ну сами смотрите по резу не по помню что там порезу честно говоря что-то нормально короче нормально не чемпионский но что-то нормально это 4k жеки ганшмита привет ему если будет смотреть сзади вот такие у него двери грифоны про 4 фазика каких-то очень интересных стена вообще ну нормально так сделал красивое место хватило главное для дверей для передних и для задних и для и для сабов и все остальное короче и ветер и не ветер там все у него есть но он короче чемпион этого этапа вот такой вот ветер у него ребята посмотрите не знаю много много это для вас немного метр ветра ну стабилизатор короче не справляется в камере трепет ее там здорово если внутрь засовывать там вообще капец на экране просто каша а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Ну а ребятам, которые отсиделись дома, я могу передать большой-большой привет. Очень жаль, что не повидались, не пожал вашу мужественную руку. Я уверен, что у многих поменялись приоритеты за несколько лет. В этом году вижу, что многие уже не ездят никуда. Хотя, хочу сказать, что я могу быть неправ и просто ребята готовятся на Кубок Юга. И возможно, что битва за Кубань для них была не в приоритете. Ну это мои догадки, которые очень частенько бывают, что попадают прямо в точку. Вот такая вот, ребята, история. Возможно, вам было интересно. Я отснял, конечно же, не все машины. Огромное количество участников после того, как начались замеры. А я как раз снимал, ходил во время замеров. То есть, ну у меня камера была с собой. Ну то, сё, пятое, десятое. И потом, когда уже ты действительно собрался с духом и начал что-то снимать, уже все машины закрыты. И снимать, в принципе, нечего. Каждый замер снимать, ну такое себе. Опять же, там всё с авторскими правами. На видосе бы просто висел значок. И свои сраные три доллара своего видоса я бы не заработал. Как есть, так и есть. Что называется. Пишите свои пожелания. Возможно, что с Кубка Юга, с Дибидрага будет что-то поподробнее. Но это не точно. Мотивации у меня, к сожалению, в последнее время не хватает. Мне нужно какие-то ещё стимулы или вдохновение. Поэтому видосы не всегда выходят вовремя. По графику и в должном качестве. Так что сорян, ребята. У всех заранее прошу прощения. Ну и всё на этом. Пожалуй, хватит всякой лирики, чепухи, воды, как говорят, ребята. Ой, много воды растянул на 20 минут. Всё можно было уложить в 3 минуты. Так бери камеру и давай. Снимай. Мы посмотрим. Я сделаю репост. Свой паблик в автозвук своими руками. Давай. Снимай, братуха. И дай бог тебе терпения, сил и бабок побольше на всё это, чтобы хватало. На этом у меня всё. Пока. Увидимся в следующем видео. А оно прям скоро. Чао.